Когда он приезжал со своего 101-го километра, когда у него в этой комнатке, где он работал снабженцем, у него была одна пол-литровая банка, из которой он пил чай и, по-моему, больше ничего. У него почти не было имущества. Откуда? Вот. И мы жили тогда, мы снимали дачу на берегу пруда, Самаринского пруда в Переделкине. Вот. И он туда к нам приезжал. Это был 1956 год. Вот. Но приезжал незаконно, да, конечно. Конечно. Вот. И вот он представлялся человеком физически очень сильным и очень, как бы, ну, таким, как бы, ну, как сказать, просушенным, провяленным и таким, очень таким кряжистым и таким здоровым. И вот когда они с матерью поженились, и когда он попал в городскую квартиру, ну, вы знаете, назвать комфортом нашу 13-метровую комнату, где мы жили втроем в коммунальной квартире, тоже довольно трудно, но все-таки, из него как будто вынули какой-то вот, какой-то палочкой, стержень. Он начал невероятно болеть. Просто вот как бы он превратился в инвалида. Нет, не в такого, каким вот он стал, каким вы его видели. Нет, 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 конечно, не таким. У него вернулась его болезнь Меньер, благодаря которой он не мог ездить на транспорте, он мог только ходить. Для него поездка, особенно вот эта боковая качка, были невероятно тяжелые, он начинал тошнить. И у меня много раз меня вызывала милиция, его принимали за пьяного. Ну, потом, правда, определяли, все-таки, что не пьяный. Вот. И я приезжал, там, забирал его как-то, так сказать, там, откуда-то, с каких-то станций метро. Вообще ходил пешком и в Ленинскую библиотеку с Хорошевского шоссе. Он ходил пешком. И вообще ходил, обычно ходил пешком. Вот. У него явилась масса болезней. Масса. И они потом вот прогрессировали. Это одна сторона дела. Другая сторона дела в том, что он был, у него было, как бы сказать, у него были сложные отношения с миром. Были сложные отношения с людьми, с окружающими людьми. Ну, об этом можно долго и отдельно говорить. Но отношения эти были болезненные, идущие на разрыв, вот так скажем. Он мало с кем удерживал. Потому что, да, лагерь я его, естественно, не знал. А вот из рассказа единственного, который я слышал о Гюселлине, я как-то, так сказать, мне... Я знал, что он был человеком таким же яростным до лагеря, таким же, так сказать, субъективным и страстным, так сказать, как он был после этого самого. Ну вот, ну вот, был ли у него это, вот такая, так сказать, такая страсть к разрывам, как писал Пастернак, это я не знаю. Ну вот. Но у него действительно рвались отношения очень быстро. И каким-то странным образом это проецировалось на его, на коммуникационные возможности его, вот как бы. Ему отказывал слух. Я помню, что когда он не говорил почти по телефону, обычно я ему транслировал, так сказать, там, то, что говорят, вот из этого самого. Хотя в каких-то случаях слышал. Вот у него такая перемежающая... То есть потом была какая-то психологическая еще такая... Да, да, да. Он терял зрение постепенно. То есть он просто не хотел видеть этот мир. В наше время, когда мы жили вместе, он еще видел достаточно, так сказать, достаточно, достаточно, еще неплохо очков он не носил. И, в общем, это самое. А слух терял. Вот. Это со слухом у него становилось. Ну такая она была, то хуже, то лучше, но, в общем, глухота была. Ну вот. У него были речевые проблемы, но в это время немного очень, но со временем это самое. Он как будто обрезались нити вот такие, связывающие с жизнью. В какой мере это было следствием лагеря, я не знаю. Или это было свойством каким-то вот особой такой конституции. И вот это ужасное состояние, в которое он попал, при том, что у него, судя по всему, интеллектуально он сохранился вполне. Это самое, то, что он не слышал, не видел, не говорил, так сказать, там обрезаны были все, так сказать, формы общения. Это да. Что же касается его... Нет, он никогда не мог проститься с этим. Понятно. Он жил с этим. Это было наполнением, и никакого другого наполнения жизни у него не было. В общем, там, скажем, он писал стихи, значительная часть которых так или иначе связана с лагерным опытом, которые не попадали в печать или попадали в таком обстриженном виде, что там ничего от них не оставалось. Ну вот. И, значит, он писал колымские рассказы, так сказать, о которых мы сегодня говорим. Он писал воспоминания перед лагерем, после лагеря, так сказать, ну, прозу, вот такую, так сказать, мемуарную прозу. Все было вокруг этого. Все было связано с этим и только с этим. Я не знаю. Нет, ну, как сказать. Конечно, были какие-то вещи там. Был болельщиком, футбольным болельщиком. Он смотрел... Он был крупный мужчина и такой тяжелый. Когда он смотрел, он устраивался против телевизора, значит, там что-то такое вот происходило. Я этого как-то не понимаю, никогда не понимал, но тем не менее он, значит, он так, так сказать, прыгал на стуле, что стулья ломались. Вот. И стулья были хлипкие. И, в общем, это самое. Да, он ходил на стадион, ну, до поры до времени. Вот. Он был страстным книгачеем. Он любил литературу, как сейчас говорят, нон-фикшн. Он любил это самое, любил, ну, я не знаю, путешествия, приключения. Путешествия документальные, так сказать, там, покупал их. Вообще документальную литературу. Почему-то любил литературу о теннисе, которого у нас тогда, вообще говоря, по-моему, не было. Вот. Вообще у него были такие причудливые, причудливые довольно вкусные. Любил Дюма. Считал «Три мушкетеры» замечательной книгой. Вот. Ну, в каком-то смысле так. Вот. В общем, у него были... Это вообще отдельный вопрос. Нет, я не хочу сказать. Но у него не было гастрономических никаких, не то что увлечений. Потому что, когда он начал болеть, ему прописали такую диету, ну, в которой какое-либо удовольствие гастрономическое отпадает напрочь. Вообще его не было. Ну, вот. Он не любил... Видимо, это тоже последствия лагеря. Он не любил загорода. Вот мы снимали дачу, мы уезжали на дачу, он оставался в городе. И практически он не жил никогда там, на даче. И редко приезжал. Ну, помимо того, что ему трудно было ездить, он еще... И у него, по-моему, природа связывалась вот с этим самым колымским опытом, лагерным опытом. Ну, да, и Солженицын писал, как он его тоже пригласил куда-то на природу. Да, 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 да. Ну, это я хорошо помню, как это было все. Ну, вот. И этот самый... И он, понимаете, он, так сказать, для него... Он любил город, он был городской человек по складу своему, по своей, так сказать, конституции. Это был человек города, конечно. Он говорил о том, что все, что он пишет, является истинной правдой. Это была часто повторяемая фраза, которую он очень часто повторял. Что все, что он пишет, является истинной правдой. У него была замечательная память. Действительно, прекрасная память. И как человек с хорошей памятью, он, цитируя по памяти, очень часто ошибался. Это, так сказать, обычный феномен. Но это отдельное дело, вопрос механизмов памяти, это отдельная история. При этом у него было действительно... Это я могу сказать совершенно с полной определенностью. Я думаю, что он в этом был прав. У него было сознание человека, который изобрел кратчайший путь от факта к слову. Я думаю, что его рассказы – это вещи действительно абсолютно уникальные. Такого способа говорить о жизни, на самом деле, я не знаю больше. Вот просто не знаю. Кстати сказать, Варлам Тихонович никогда не называл свои рассказы очерками. Он называл их рассказами. Это тоже так, хотя они по строю своему каждый раз описывают какой-то случай, прецедент, какую-то короткую историю, обычно короткую или не очень короткую. Сознание миссии, ну, видимо, оно было у него. Вообще он вполне знал себе цену, что говорить. Но сказать, чтобы он как-то это декларировал в какой-то манифестационной форме – нет. Это нет. Такого не помню, во всяком случае. Такого не помню. Я просто имею в виду, насколько важно для него было, и это несколько раз можно увидеть в разных обстоятельствах, насколько важно для него было быть напечатанным. И это вопрос был очень болезненный, потому что для него… Понимаете, сейчас у людей 21 века уже возникают разного рода понятные, вполне объяснимые аберрации по поводу того, как протекала жизнь и как это всё было. Варлам Тихонович был обитателем коморки в общей квартире, скажем, например. Но мы с ним прожили почти 10 лет в одной комнате, разгороженной фанерной перегородкой. На Хорошевском шоссе? Человек вообще достаточно трудного характера, достаточно, так сказать, плохо адаптируемый и малоуживчивый. Его не принимала литературная среда. Это я могу сказать тоже с полной ответственностью. Всё то значение, которое понятно сейчас, конечно, кому-то было понятно тогда. Но это были единицы. А в целом… Ему это было важно? Да, ему это было важно. Ему это было важно. Понимаете, из жизни было… Ну, он начинал как литератор вообще до ареста, до первого ареста и до второго ареста. Он был литератор, да, он начал, так сказать, он начинал как литератор, потом у него оказалось вычеркнуто 17 лет вообще. Это, видимо… Ну, вот я так жизнь сложилась, знал довольно много людей, у которых было вычеркнуты годы, вычеркнуты тюрьмой или ссылкой. Вот. Это всегда ощущается как некоторый невосполнимый дефицит, который надо наверстать, там, скажем, например. Ему надо было состояться в литературе. Это было очень существенно. При этом, то, что сейчас тоже очень сильно недооценивается, он, конечно, себя в первую очередь читал поэтами. Это было главное его. Для него, вот это, понимаете, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделал все поэт, это вот именно и было, так сказать. Это истинный такой, ну, я бы сказал, лозунг жизни. Это было для него, так сказать, поэзия для него была высшей степенью литературы. Высшей степенью литературы. Не могу сказать, что это значило, что он как-то недооценивал своих рассказов. С поэзией тоже было плохо. Он выпустил несколько книг. Но я бы сказал, что вот главных стихов не было напечатано, несмотря на все усилия его вообще замечательного редактора Виктора Фигельсона из «Советского писателя», который очень старался. Но в условиях того времени это как-то, так сказать, это был не тот поэтический шалавов, который мы знаем сегодня, понимаете. А публикации рассказов и разговора не было вообще. А что вообще при его жизни было опубликовано? Несколько книг-стихов. Это были не совсем те стихи. Это публиковалось, в общем, с некоторым трудом. Какие-то стихи публиковали в журнале, в юности в частности. Ну вот, в общем, так сказать, там были кое-какие публикации. Ни одной строчки прозы опубликовано не было. Не было. Слани, Слани. Слани из сельской молодежи. Слани из сельской молодежи. Сельской молодежи Федот Сучков работал. И он, так сказать, это самое, он смог нам опубликовать. Но это, вы знаете, как пародийно может звучать. Вот такой, так сказать, один и тюб. Это же рассказ, наверное, на одну страницу. Страницу. Несколько очерков в юности в 70-е годы. И тюб, так сказать, такое, понимаете. Я помню, как он читает, входит в комнату и читает только что появившиеся стихи Пастернака, снег идёт. И он, прочитав их совершенно, у него какая-то непередаваемая звуковысотность голоса, какое-то особое звучание. Это он очень любил Пастернака, действительно. И он говорит, вот как пишет 70-летний поэт. Это, между прочим, для него было очень важно. Ведь, вы знаете, это же эпоха была молодежной поэзии. Это была эпоха Евтушенко и Вознесенского. Это была эпоха эстрадной поэзии. А он писал поэзии «Дело седых», не мальчиков, но мужчин. Для него это было чрезвычайно важно. Это, кстати, была еще одна из причин, почему он не был принят. Есть общественная лицемерие, которая старается запудрить тот нарыв, с которым живет наше общество. Невскрытый нарыв, понимаете? В этом смысле, почему тяжело читать Шаламова? Потому что вот это – болевую точку общественной памяти. Ведь нельзя же сказать, что там, понимаете, никто ничего не помнит, никто ничего не знал. Все все знают, все все помнят. Это где-то там вот лежит, лежит какой-то, понимаете, неизжитый общественный грех такой, понимаете. И ничего хорошего не будет в жизни, пока этот грех не будет преодолен, осмыслен, понят, воспринят как следует, понимаете, и так далее. И вот в этом отношении, я думаю, что Радам Тихоновичу нет равных просто вот в этой, так сказать, среди… Мне не хочется говорить летописцев Колымы. Он не был летописцем Колымы. Он действительно был, он вынес вот это все, вот, так сказать, средствами слова, вот, так сказать, оставил это потомкам.